Всем здравствуйте! В эфире новости. С вами я, их ведущий, Антон Скаль. Вот главная тема к этому часу. Центры занятости по всему краю готовятся к масштабному преобразованию. К 2024 году изменится все от внешнего вида до подходов к работе. Все подробности далее. В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи проводят суперсовременную диагностику сердечных заболеваний и другие жизненно важные процедуры. В Краевическом музее в день снятия блокады Ленинграда подготовили музыкальную программу и накормили всех желающих хлебом, испеченным по блокадному рецепту. В Алтайском крае перевыполнили целевой показатель национального проекта по вводу жилья в 2020 году. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гелев. Он напомнил, что жилищное строительство является одним из главных направлений работы строительной отрасли. В последние три года в Крае сохраняется стабильная положительная динамика ввода жилья. Целевой показатель на 2020 год, установленный национальным проектом, 800 тысяч квадратных метров по предварительным оценкам удалось перевыполнить на 9 процентов. В Краеведческом музее прошло мероприятие, посвященное дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сотрудники музея показали посетителям тематические экспонаты, фотографии и письма блокадников, миномет, изготовленный в блокадном городе. Студенты Барнаульского кооперативного колледжа подготовили танцевально-музыкальную программу и накормили всех желающих хлебом, испеченным по блокадному рецепту. К сожалению, сказать, что у нас очень много экспонатов именно из блокадного города мы не можем, потому что все-таки Алтайский край достаточно далеко от тех территорий находится. Но все-таки нам есть что рассказать. И мы все-таки делаем упор на региональный компонент, чтобы дети, которые приходят на эту программу, понимали, что воины, жившие в Алтайском крае, помогали приблизить День Победы. Оказывать экстренную медицинскую помощь стали быстрее. Теперь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи проводят суперсовременную диагностику сердечных заболеваний и другие жизненно важные процедуры. Раньше пациентов с коронарным синдромом необходимо было переводить в кардиоцентр для дальнейшей диагностики и лечения. Теперь на базе рентген-отделения выполняются диагностические исследования сердца с последующей установкой стентов. Это конструкции, которые обеспечивают беспрепятственное прохождение крови в суженных сосудах. С помощью данной системы есть возможность оказывать своевременную, качественную, высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам экстренным. С острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, неотложной хирургии, гинекологии, а также пациентам с тяжелой сочетанной травмой. В больницу скорой помощи попадают пациенты с инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца, тяжелыми травмами, острыми хирургическими состояниями, гинекологическими кровотечениями. То есть проводится комплексная работа всех отделений. У нас по статистике порядка 168 больных с инфарктом миокарда поступает и 260 больных с нестабильностью на кардио. Поэтому необходимость проведения данного исследования давно назрела, насущная и очень необходимое, важное исследование. Особенно острое состояние, что с инсультом связано, что с острым коронарным синдромом, чем быстрое начато лечение, тем эффективность выше. Около недели назад Юрий пришел на работу и плохо себя почувствовал. Он вызвал скорую, которая доставила его в краевую больницу. Ему срочно сделали операцию с использованием новых методов. Уже на третий день пациент почувствовал себя хорошо. Оперативно это все, операцию сделали, и все, и с реанимацией, и палатой. Ну, профессионально, короче, сработали, потому вот с вами разговаривали. На сегодняшний день эндоваскулярный метод применяется при лечении пациентов с различной сопутствующей патологией. И показания к мешательству будут расширяться. За неполный год мы выполнили больше 350 процедур. Надеемся, что в этом году мы сделаем еще больше. И расширим спектр тоже наших процедур. Будем как и в хирургии в межице, в гинекологии мы также оказываем помощь, ну и в кардиологии. Операции теперь проходят безболезненно, под местной анестезией. Наркоз не нужен, потому что до сердца, например, можно добраться по артериям, сделав небольшой надрез в руке или бедре пациента. Восстановление после таких вмешательств происходит быстрее. Юлия Шеламова, Алексей Шаульский, Новости. Продолжаем выпуск. Ассессмент так называют услугу по тестированию персонала. Ее будут оказывать в кадровом центре «Работа России». Это новый формат работы Центра занятости населения. Там изменился не только внешний вид кабинетов, но и подход к работе. Подробнее в нашем следующем материале. Теперь у работодателей больше возможностей найти идеального сотрудника. В Барнауле появилась бесплатная услуга «Ассессмент». Тестирование нового персонала и оценка уже имеющегося. Работодатель может обратиться в кадровый центр «Работа России». Это новый формат Центра занятости населения. После собеседования, опросов, упражнений и бизнес-тренингов с кандидатами на должность, профессиональные консультанты выберут наиболее подходящего. Завод механических прессов первым заключил договор о стратегическом партнерстве с Центром. Кадровый центр будет иметь новый ресурс, новые инструменты, которые нам показались, для нас будут интересны, как для работодателей. Потому что сегодня грамотный поиск, отбор, так называемый внешний ассессмент, ну и проблемы изучения внутреннего резерва кадров, своих, доморощенных, правильная их расстановка. Кадровый центр «Работа России» создан в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Это первый этап модернизации. Центры занятости по всему краю готовятся к масштабному преобразованию. К 2024 году изменится все. От внешнего вида до подходов к работе. На передний план выходят услуги, где нужен личный контакт и общение. Переориентация у нас именно на эти услуги. Содействие к собственному делу, планирование собственной карьеры, грамотное, тематические тренинги, которые обучают людей навыкам поиска работы, активной жизненной позиции, учат грамотно составлять резюме, вести себя на собеседовании, в переговорах, телефонных, личных и так далее. То есть упор будет сделан именно на это. Индивидуальные консультации карьерных консультантов. В центре продолжат оказывать помощь безработным в переобучении на другие специальности. Организовывать профессиональные пробы на предприятиях, чтобы подростки выбирали будущую профессию осознанно. Воспользоваться его услугами можно на интерактивном портале по труду и занятости населения края. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости. Временный пешеходный мост установят на улице Челюскинцев-Барнауле. Его построят через реку Барнаулку на время реконструкции старого моста. Длина временного металлического пешеходного моста 36 метров, ширина 1 метр. Временную переправу установят в первой половине февраля. Закончить ремонт моста дорожники планируют до 1 ноября 2021 года. В Алтайский край вернулись метели. Снег с ураганным ветром вновь заметает города и села, заносит дороги. В связи с этим на трассах сложилась сложная дорожная обстановка. Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее на дорогах. 27 января 2021 года на территории Алтайского края зарегистрировано 21 происшествие, в которых 1 человек погиб и 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекция Алтайского края вновь обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями, и совершать маневрирование только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта. Всем безопасных дорог. Здание автовокзала сгорело в Заринске. Как сообщает краевое управление МЧС, пожар произошел в одноэтажной деревянной административной постройке. Информация о пожаре поступила 26 января в 22.33. На момент прибытия спасателей крыша горела открытым пламенем. Всего в тушении участвовало 6 единиц техники и 17 человек личного состава. На месте также работали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и аварийной службы горэлектросети. Всего на ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Людей в здании на момент инцидента не было, поэтому обошлось без пострадавших. Причина произошедшего выясняется. 40 миллионов рублей выделило правительство России на развитие спорта в Алтайском крае. Работы по улучшению инфраструктуры пройдут в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Средства направят на возведение физкультурно-оснаровительных комплексов открытого типа в городах и сельской местности, новые спортивные площадки и футбольные поля. Их оснастят современными гимнастическими снарядами, спортивным инвентарем, силовыми тренажерами и сделают приспособленными для людей с инвалидностью. Новые спортивные объекты появятся в селе Павловск и рабочем поселке Тольменко. Продолжим о спорте. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» сегодня сыграет первый матч в серии против Курганского юниора. Футбольная команда инвалидов-ампутантов готовится к чемпионату России. В Барнауле пройдет первенство и чемпионат по смешанному боевому единоборству ММА. Все подробности расскажет Дмитрий Дроздов в рубрике «Спортобзор». Хоккеисты «Динамо Алтай» сегодня сыграют свой первый матч в серии против Курганского юниора. Барнаульцы продолжают погоню за чебоксарами в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков. До первой строчки не хватает всего 3 балла. Соперинг «Динамо Алтай» провел в текущем сезоне 28 игр. На данный момент юниор замыкает турнирную таблицу первенства высшей хоккейной лиги, набрав по итогам сыгранных матчей 13 очков. Подопечные Алексея Денисова одержали 6 побед и проиграли в 22 встречах. По личным противостояниям «Динамо Алтай» переигрывает юниор 13-9. Матч пройдут 27, 28, 30 и 31 января. Футбольная команда инвалидов-ампутантов «Динамо Алтай» готовится к чемпионату России. Он состоится в конце марта. На данный момент подопечные Леонида Кинякина являются фаворитами. Своё первое золото на чемпионате России команда взяла в 2004 году. Всего в их активе 6 титулов. В последний раз им удавалось забрать эту награду 2 года назад. Причем успешное выступление не только на местном уровне, но и на международном. Барнаульцы дважды выиграли Всемирную лигу чемпионов, где в финале обыгрывали английский Манчестер Юнайтед 5-0. 30 и 31 января в Барнаульском спортивном комплексе «Обь» пройдет чемпионат и первенство Алтайского края по смешанному боевому единоборству ММА. Сильнейшие бойцы региона срождятся за право попасть в сборную Алтайского края и выступят на чемпионате Сибирского федерального округа. В связи с эпид-обстановкой в регионе турнир пройдет с соблюдением всех профилактических мер с ограниченным количеством зрителей. Вход на турнир строго по пригласительным билетам. Также будет организована прямая трансляция турнира в группе ВКонтакте «Союз ММА Алтайского края». Дмитрий Дроздов, Алексей Михайлов. Новости. Закончим этот выпуск новостями культуры. В Алтайском краевом театре драмы имени Василия Макаровича Шукшина начались репетиции пьесы бельгийского драматурга Фернана Крамелинка «Жар и холод или идея господина дома». Это первая премьера сезона в год великого юбилея театра, в год векового юбилея театра. Режиссер постановки Владимир Золотарь вернулся в театр спустя 12 лет. Напомню, в 2000-х он в течение шести лет был главным режиссером театра. Владимир Золотарь проводит для артистов театродрамы мастер-классы. Их посещают не только актеры «Жара и холод». В пьесе всего, кстати, 8 ролей, а задействовано 11 актеров. Некоторые играют в двух составах. Предощущение, что было бы интересно, наверное, сделать что-то с абсолютно новой компанией, с учетом, что труппа наполовину, если не на две трети, обновилась. Как раз принципиально с артистами, которых я не знаю, как бы в новом для себя театре. Да, это, конечно, и то, что как раз «Жар и холод» вполне себе распределяется на молодую часть труппы. Премьера пьесы «Жар и холод» или идея господина «Дома» состоится 27 марта во Всемирный день театра. На этом у меня пока все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Что касается этого дня, его итоги подведем, как всегда, в 20.30. Не переключайте. Желаю вам хорошего вечера, отличных новостей. И помните, смотря телеканал «Катунь-24», вы первыми узнаете о самых важных событиях в жизни нашего региона. Субтитры сделал DimaTorzok